Всем привет, ребят! Как дела у вас? Надеюсь, всё хорошо. Кто меня не знает, меня зовут Катя Фомина, и я являюсь брокером по продаже недвижимости в Сан-Франциско, Берри, уже много-много лет. Сегодня у меня прям супер-супер полезное, интересное интервью. Я сама ждала его с нетерпением, и мне самой просто столько вопросов, и хочется всё узнать. У нас на связи архитектурный дизайнер, которая вот недавно помогла построить несколько EDU-юнитов, и я думаю, кто из вас домовладелец, вам будет тоже, наверное, интересно узнать, можете ли вы что-то такое себе соорудить на участке, или кто, может, планирует покупку, тоже интересно будет послушать. Ну и вообще, если вы не знаете, что такое EDU, сейчас вот я представлю Лену, и она вам тогда всё расскажет. Спасибо большое, Лена, что ты пришла, и, как я уже говорю, даже мне прям вот суперинтересно послушать тебя в следующие там минут 30. Ну расскажи пару слов о себе вообще, чем ты занимаешься? Привет, Катя, рада тебя видеть очень. Я занимаюсь архитектурным проектированием в Берри. Обычно мои проекты – это existential, частные дома, которые я достраиваю, перестраиваю. Также я занимаюсь, конечно, EDU. EDU? Рассказывай дальше. А, давай рассказывай снова. Хорошо. Сейчас я расскажу кратко, что такое EDU. Additional Dwelling Unit – это дополнительный дом или квартира, пристроенная к дому, в которую вы можете так сами жить, так и сдавать. Какие у нас есть типы EDU? У нас есть detached, attached, то есть, собственно говоря, который у вас пристроен к дому, либо стоит отдельным домиком. Есть ещё конвертируемое пространство. Это как гараж, например, можно сделать из него жилой юнит. Ну или просто из мастер-сьют тоже можно сделать отдельный жилой юнит. Почему они появились вообще в Калифорнии? У нас, как всем известно, как Катя может подтвердить, кризис. Да. Даже личный кризис. Не хватает жилья. Поэтому, собственно, такие послабления пришли от правительства нам, что мы можем строить юнит жилой с более лёгкими требованиями. И чтобы популяризировать это строительство, правительство предлагает льготные кредиты, льготные программы по строительству EDU. Что ещё можно сказать? Ну и, собственно, согласование тоже идёт по облегчённой схеме. Мы можем просто практически наплевать на все требования пленнинга. Так ли это? Да, это так. То есть у меня очень часто бывали заказы, когда люди, ну не хватает дома, да, родился ещё ребёнок, или приедут родители, не хватает, они хотят достроить. А мы ничего не можем делать, потому что есть такое понятие, как сетбэки. Это линии, в которых возможно строительство на этом участке. Это требование зонирования. То есть, да, ну объясню, наверное, более простыми словами. То есть в каждом городе есть свои правила, какое должно быть расстояние между домом и забором, грубо говоря, там, забором на заднем дворике. Да. Если должно расстояние там быть 5 метров, ну, от головы говорю, а у вас уже там 5 метров, то вы не можете достроить, чтобы вот этот вот сетбэк был 3 метра. И в некоторых зонингах очень большие эти расстояния. То есть, может быть, даже там до 40 футов от забора. Ну вот, то есть, а может и больше. То есть в Атертоне, допустим, к примеру, есть там такие зонинги, где маленький домик стоит на большом участке, к нему ничего нельзя добавить. Все. То есть мы стоим вот в линиях застройки, больше ничего не добавить. ADU разрешает нам эти требования убрать. То есть, допустим, если у нас ADU, ну, фронт-ярд нет, конечно, перед домом мы ничего построить не можем, но за домом мы можем построить, несмотря на то, какие у нас эти сетбэки линии, мы можем построить в 4 футах от забора всего лишь. Но правила все-таки есть. То есть, 3 фута, 5 фута. Правила есть. Ну, смотри, у нас есть, к примеру, еще исключение из правил. Если мы строим ADU меньше, чем 800 квадратных футов, то мы можем просто убрать планировочные требования, как лот-ковередж. Это сколько мы можем построить на этом участке всего площади. Ну, вот, соответственно, сетбэки, вот эти линии застройки, которые у нас есть. Ну, вот. И floor-ayer- ruination – это тоже такое соотношение. То есть, сколько жилой площади мы можем построить на этом участке, там, в два этажа. Если лот-ковередж – это просто покрытие участка, сколько мы можем занять участка, то floor-ayer- ruination – это сколько мы можем вообще всего построить у нас, несколько этажей. Ну вот, то есть все эти требования мы можем просто закрыть. Ну и критерии ADU, я так понимаю, это помещение обязано иметь кухню и ванну и отопление. Да, обязательно. Должна быть полная кухня. То есть иногда мне говорят, а мы поставим плитку и все. Нет, ничего подобного. Раковина, плита. Обязательно. Что касается JADU, есть еще такое понятие, как JADU. Junior, собственно, младший юнит. В нем может не быть туалета. Для меня очень странно, но кухня должна быть. А уж как это называется на улице? И оно не может быть detached. То есть оно обязательно должно быть пристроено. Если проектирован дом, то запроектирован вместе с домом. Либо если это... Мы не можем его достроить JADU. Мы можем его только конвертировать в гараж в него. Либо в проектированном доме мы можем его запроектировать вместе с объемом основного строения. А минимальные есть размеры такого? Есть. У JADU есть максимальный размер, у JADU. То есть JADU максимальный там 1200 скверфутов. У JADU максимальный 500. Минимальный 150, но я не очень понимаю, как 150 можно впихнуть в санузел. Но это будет просто комната с туалетом, в которой будет кухня и спальное место. Open floor plan. Будет открытая планировка со всем этим. Окей, ну я так понимаю, если мы строим дополнительное помещение, то есть это, наверное, будет или, как ты говоришь, там семья приезжает, или, может, люди хотят сдавать, чтобы как-то помочь с выплатой ипотеки. Ну, надо, наверное, как-то это все проецировать, чтобы жильцы этого строения не мешали тебе жить. А если мы говорим о тачке, то оно уже, да, близко там получается очень. У нас между JADU и домом должна быть противопожарная стена. Ну и все, и только. То есть, конечно, есть участки, на которых можно сделать входы с разных сторон. Но, как правило, мы имеем фронтальное расположение дома. Собственно, что все равно они будут ходить мимо основного входа. JADU часто проектируют, например, строят на дальней части участка. То есть стоит основной дом, дальше идет бэк-ярд, и в конце еще один юник. То есть, конечно, можно разделить там каким-то заборчиком, какими-то насаждениями, чтобы был дворик и для одних, и для других. Но строя JADU, там JADU нельзя сдавать, кстати, пока. Законы меняются. Здесь постоянно идет послабление. Если раньше в JADU мог жить только собственник, и сдавать только собственник, как живя в своем доме, то сейчас уже у нас приняли изменения к законам, и уже можно сдавать дом и JADU оба. Если мы конвертируем гараж, то это JADU получается. Можно в JADU конвертировать. Подожди, я думала, что JADU – это значит attached, а гараж, если он attached, как ты его в JADU? Можешь еще раз двух словах? Хорошо. ADU может быть и attached, и detached. JADU не может быть detached. А, окей, ясно. То есть в гараж можно сделать ADU и JADU. Издавать. А можно еще, если позволяет, над гаражом, там, второй этаж, например. Можно вторым этажом. Что еще хорошего у нас в ADU? Какие у нас еще есть плюшечки к тому, что мы можем пленнинг пододвинуть немножко с этим совсем? К примеру, очень часто, если мы достраиваем дом, достраиваем больше 50%, нас заставляют делать спринклеры противопожарные. И заставляют нас это делать во всем доме, и старом, и новом, в новой достройке. ADU освобождается от этого. То есть если в основном доме нет спринклеров, можно не делать в ADU. Окей. Ну, если мы берем Берри, то тут все дома, там, 50-70 лет, какие спринклеры, их там и нет. Ну, делают. У меня был как раз недавно, до всех этих пославлений, недавно-давно проект, когда мы достроили юнит, нас заставили сделать спринклеры. Вау. Мы перекладывали трассу для этого. Ну да, там же трубы, там все вверх. Да. Так это должен быть чердак, а если нету чердака? Разведут в стропилах, либо разведут в джойстах, в валках перекрытия. Окей. Но если мы перешли теперь к теме, вот да, непосредственно строительства, из чего вообще встроят ADU? Есть ли там какие-то правила и регламент, там, с чего это можно сделать? Обычно все, как всегда, у нас слаб плита, самая дешевая, да, и совмещенная кровля. Это когда катидрил, да, когда кровля у нас является же и потолком. Это самый дешевый тип строения, когда у нас нет атика, у нас нет коллинг-спейс. Но можно сделать и, как обычно, с коллинг-спейс, там развести трубы. Это будет немножко дороже строительства. Но обычно это каркас. Что касается отделки, некоторые агентства местные, да, и некоторые сити просят, чтобы отделка была такая же, как в основном доме. И тип кровли, и стиль тоже, и ADU был такой же. Какая мразь. Да, просят именно Сан-Матоева, например, вот так хочет сделать. Но вот у них есть специальный регуляшнс для этого. Потом дальше. Можно на самом деле все, что угодно, все, что легализовано в Калифорнии, материалы, да, можно построить как угодно. Но самое у нас экономичное строительство это фрейм, деревянный каркас. Ну да, ну ясно. То есть бетонная, там, concrete slab, фундамент, каркас, крыша и все как всегда. Дело в том, что когда люди строят ADU, они хотят сэкономить, как правило. Ну да. И вряд ли там человек будет строить суперсовременные там окна от пола до потолка, конструкцию, как ADU. Как правило, они выглядят, ну так же, как и дома. Mainhouse. Можно сделать современные, конечно. Есть конторы, которые делают ADU под ключ. То есть приезжает кран, заливается фундамент, и на фундамент ставится такая капсула, которая уже готова. Которая уже вся отделка. Так, таблица тогда получается? Нет. Нет? Так получается дороже. Сколько раз мы с клиентами не прикидывали, получается дороже. Она выглядит очень футуристично. Ее очень быстро устанавливают. Они быстро это согласовывают. У них все готово уже, как правило. Но это недешево. А по скорости дешевле? Дешевле. То есть быстрее самому все с нуля сделать? Или вот эту, как ты говоришь, капсулу поставить? Ну капсулу, под нее только фундамент залить. То есть ее устанавливают. Она уже там вся электрика проведена. Уже все сделано. Если честно, я не знаю, что там внутри. Какие там каркасы, какие-то металлические или что там. Но они сертифицированы Калифорнией. Это их бизнес. Они вот устанавливают именно капсулу. А окей. А если сам делаешь, сколько примерно времени, ты думаешь, может занять? Ну если мы, допустим, берем там комнату с туалетом, с кухней. Что у нас всегда входит в таймлайнинг строительства? Это работа, сами работы и инспекции. То есть если квалифицированный контрактор, он проходит инспекции с первого раза, то я думаю, что можно построить идею месяца, наверное, за два-три. Ух ты. Но это в лучших случаях. А, ясно. И это уже после получения пермита. Потому что пермиты тоже могут занять время. У нас стандартно почти всех городов Берри 60 дней рассмотрения. Скорее всего, будет второе. Будет какие-то дела, чтобы их не было. Что-то им захочется еще. Обязательно какие-то примечания, какие-то уточнения. То есть это минимум, наверное, полтора-два месяца согласования. И если все инспекции проходятся, они заказываются вовремя, то вот так, конечно, обычно дольше строительство проходит. Ну, в смысле, что идею, да, по новым вот этим законам, ты говоришь, они должны в течение двух месяцев тебе дать ответ на строительство, да? Нет, они не должны. Смотри. Обычно там тоже есть послабление по срокам. Ну вот, то есть в законе написано, что они обязаны рассмотреть первое рассмотрение, принять или отклонить за 60 дней. Вместо 120. Ну, у нас так 60 дней обычно везде. То есть получается то же самое по согласованиям. И, как правило, еще две недели, вторая дельта, комментарии. Если ты делаешь эту капсулу, то, в принципе, процесс такой же. То есть ты им говоришь, что вот мне... Они тоже обязаны, да, согласовать в сети, конечно. Они согласовывают. Я не знаю, сколько у них нет согласования. В рекламе все очень хорошо. Ну да, да. Дорого. Ну и вот ты недавно, ты говоришь, помогла построить два таких вот юнита, да? У меня в этом году было два проекта с юнитами. Они уже... Одни вышли на рынок сейчас. То есть JDU и ADU. Один еще строится большой в San Mateo ADU. Еще в процессе строительства. Интересно. Ну, сейчас мы посмотрим, если я смогу, Лена, как раз вытащить видеофото, а то я потом вставлю в запись сюда где-нибудь, чтобы показать вообще, как оно выглядит. Слушай, вот, кстати, хороший вопрос. А на участке... А я могу поставить два IDU, а три? Смотря какой у тебя участок. То есть если сингл-фэмили, вообще подразумевается один IDU. И один J-IDU ты можешь построить. Два уже. Если у тебя мультифэмили, тогда уже можешь больше. Неплохо. Так тогда можно купить что-нибудь и там достроить, и просто как инвестицию сдавать. Три юнита, ну, грубо говоря, главные. ADU, JDU и все. Ну, вот у меня проект, который вышел сейчас на рынок, он как раз и был. Это был development. Это был куплен дом в состоянии таком довольно ушатанном. Его очень хорошо сделали. То есть сам дом отремонтировали прекрасно, заменили все, что только можно. И построили мы максимально возможную EDU к этому дому. Из гаража сделали J-IDU. Неплохо. Единственное, что теперь гаража нету. Гаража нет. Дом увеличился у нас от, сейчас скажу точно, от 1180 скверфитов, два-двух тысяч. Почти в два раза, да. Ну, то есть это, конечно, получается, и стоимость дома сразу увеличивается. Конечно. Потому что такой большой у нас участок. Ну, да. Смотри, ну это, я так понимаю, мы можем построить EDU, там дома, где HUA нету. А ведь если мы живем в каком-нибудь комплексе, там, где single family дома, но там, где есть HUA, там тебе, наверное, ничего не разрешат строить на участке. Смотри, это спорный вопрос. Местные агентства, местные HUA не имеют права. Это такой больше юридический вопрос, поэтому я за него не ручаюсь. Но из тех, как бы, знаний, что я почерпнула из законодательства, что не может местные агентства сидеть, запрещать и препятствовать постройке EDU. Иногда есть зонинги, я работаю с разными проектами, иногда есть зонинги и HUA, которые запрещают вообще любую достройку и любое изменение внешности домов. Но если это частная собственность, если есть большой участок, если есть возможность застроить EDU, я думаю, есть смысл за это бороться. То есть можно с ними посудиться за эту возможность, потому что нам Калифорния разрешила на уровне штата постройку EDU, и HUA вряд ли может ее запретить. Это интересный вопрос, потому что я сейчас начинаю вспоминать своих клиентов, которые живут вот в таких больших комьюнити, но там везде single family homes, то есть не таунхаусы, а дома отдельно стоять. И там, естественно, все равно есть правила в HUA, там в розовый цвет не красить, там RV не парковать и так далее, и так далее. Ну да, если EDU они захотят построить, это тогда хороший вопрос, тогда интересно. То есть, ну, я не могу, опять же, это юридический вопрос, я не могу ручаться за эту информацию, но из того, что я прочитала, если городом, допустим, отказано, или, допустим, HUA в постройке EDU, можно подать напрямую в штат на рассмотрение этот проект. Ну окей, потом прийти к городу и лицо показать и сказать. Эту информацию надо узнавать, конечно, надо консультироваться с юристом, потому что этот вопрос, скорее, юридический, нежели архитектурный. А расскажи именно про то, как ты вовлечена в эти проекты, то есть если я, допустим, хочу построить EDU, я тебя нанимаю, чем именно ты занимаешься, что ты, может, делегируешь там контрактору и так далее. Ну, это все как обычно, архитектор делает архитектурную работу, то есть я выхожу на объект, я общаюсь с тобой, я узнаю, в каких размерах тебе нужно EDU, что ты хочешь. То есть ты хочешь максимально построить. Но в основном, очень часто запросы от клиентов, это, как всегда, семь шапок из овечьей шкуры. Как можно больше, все, что только можно. Раз мы занимаемся уже строительством, мы строим максимально возможный юнит. То есть я измеряю участок, я прикидываю, какой конфигурации, какого состава мы можем сделать планировку, согласовываю с заказчиком и делаю всю архитектурную работу. Дальше я отправляю саджин-инженеру для структурной части проекта и заказываю все необходимые формы, там аналитический паспорт, ну и так далее. Все это собираю в один комплект, подаю в Сити. Потом, допустим, Сити одобряет, и ты просто эти все чертежи, бумаги отдаешь контрактору. Контрактору, да. То есть я получаю пермит, отдаю все это контрактору, и уже контрактор начинает строительство заниматься, работает с городом. Там тоже довольно большое количество документов по вывозу мусора, по подключениям к сетям. То есть там работы контрактору хватает. А ты следишь уже за работой контрактором, или после получения пермитов твоя работа уже заканчивается? Иногда меня приглашают на объект или спрашивают какие-то уточняющие вопросы. По материалам могут возникнуть вопросы, либо контрактор не может найти материал, который заявлен в проекте, и нужно подобрать аналогичный. То есть вот такие бывают запросы. Но, как правило, да, это уже работа контрактора. А контрактор обычно это те, кого домовладелец сам знает, или, может, они просят тебя кого-то посоветовать, или, может, ты работаешь в паре, в команде с какими-то контракторами кого-то? Ну, конечно. Очень часто работа ко мне приходит от контракторов. То есть контрактору понравилось работать по моим чертежам, понравилось работать со мной, и они уже своих клиентов, которые их нашли для строительства, приводят ко мне для проектирования. Понятно. В основном у меня работа приходит от контрактора. Если, допустим, частные люди меня нанимают, то есть я рекомендую контракторов, в которых я работаю, которые мне нравятся, и они уже рассматривают их сметы, их предложения. Ну и да, и так как вы уже вместе работали, то тоже получается проще уже друг друга знать. А если тебя, например, вот, ну я, например, сейчас тебя знаю, если бы я тебя не знала, как мне вообще найти вот такого человека, который смог бы спроектировать мне идею? Или ты говоришь, сначала мне надо к контрактору идти, они, наверное, будут знать таких людей? Ну, обычно так и получается. Обычно это сарафанное радио. Кому-то построили, кому-то понравилось, они посоветовали, люди пришли ко мне или там к контрактору. То есть, в принципе, огромное количество дизайнеров, огромное количество архитекторов в Бэйрии. То есть, ну, выбор есть, но просто как вот именно найти хорошего? Спросите друзей. Мы-то пока так работаем. Потому что Инстаграм, Фейсбук, там другие просто сайты, ты смотришь, да, красивая картинка, да, но ты не знаешь, как с этим человеком работать. То есть, можно нарваться на не совсем профессионалов с хорошей рекламой. Я помню, кстати, еще я с тобой когда-то беседовала, ты упоминала, что у тебя какой-то проект был в зоне флаг, в зоне наводнений. В зоне затопления. Там какие-то нужно было что-то другое делать или какие-то требования дополнительные? Ну, на самом деле, это совершенно специфическая тема. У нас есть несколько в Бэйрии зон, их немного. Это обычно около ручьев, которые идут с холмов к заливу, и около залива. Города, которые находятся около залива, низкие. То есть, это не то, что зона затопления, не то, что там регулярно затапливают, и все ходят к нарисовых полях по щеколотку в воде. Нет, это возможное в течение... Сейчас там такая была формулировка, что в течение 100 лет есть 1% возможности затопления этой зоны, и она входит в зону затопления. Да, там свои специфические требования. То есть, там нужно поднимать новое строительство надо вот этим, собственно, уровнем затопления. И ЭДЮ не освобождается. Я слышала от какого-то контрактора, что если ЭДЮ мы на все правила плюем, нет, ничего подобного. Зона затопления – это зона затопления. К ней действуют все правила ЭДЮ, не ЭДЮ. Ну, просто... Выше или что ты имеешь? Нет, ну, у нас есть такое, так называемое, правило 50%. Если у нас новое строительство не превышает 50% существующего, то мы не обязаны выполнять требования по затоплению. Причем в разных городах эти 50% совершенно по-разному считаются, но, тем не менее, есть такой выход. И у тебя в этом году проекты в разных городах были. То есть, там тогда, получается, в каждом городе свои нюансы, и надо узнавать. Да, но мне повезло. У меня как раз два проекта с зоной затопления. Ну, просто один ЭДЮ, другой – нет. Ясно. Интересно, конечно. Ну, слушай, самый главный вопрос. Сколько стоит? Ты знаешь? Сколько стоит построить ЭДЮ? Примерно оценивается. Ну, естественно, да, зависит, зависит, зависит от города, от участка, от материалов. Но если так вот просто прикинуть примерно, то где-то будет, наверное, за скверфит от 250 долларов до 300. Ты уже можешь подсчитать. Сколько там средний? 800, возьми, который у нас экземпшн, да, который исключение, 800 скверфут. А 200, ты говоришь, да? Ну, 200 – это очень оптимистично, а 250 лучше. Уже 250, только 150 было, ладно. Нет, я сказала 250 – 300. Ну, 200 тысяч, получается. 200 тысяч. Нет, ну, если мы берем среднестатистическую квартиру, там, с одной, с двумя спальнями за 800 скверфит, ты за 200 тысяч такую не найдешь вообще нигде поблизости. А тут у нас ЭДЮ как бы и вообще не квартира, а целый домик, скажем так. Сейчас разрабатываются законы. Я не знаю, может, где-то уже они приняты, что можно будет продавать ЭДЮ отдельно. Да, я тоже слышала, и, по-моему, какой-то город, то ли Сан-Хозе, блин, вот я не помню, не хочу неправильную информацию говорить. Но да, уже приняли закон, что можно продавать отдельные ЭДЮ, но для меня немножко это странновато, что ты делишь один бэкьярд с незнакомыми тебе людьми, потом они продают, и кто-то другой покупает, и ты их вообще не знаешь. Ну, я думаю, что это делается именно для… Не сам человек там из последних досил там продал, там построил-продал, чтобы как-то себя поддержать. Я думаю, это будет девелопмент-проект, это будет покупаться старый маленький домик на более-менее большом участке, его ремонтировать, и можно отремонтировать, сделать еще дополнительный юнит. Это будет как-то делиться каким-то образом, продаваться отдельно. Как-то да, но все равно, ну, как дуэт, может, видишь, тоже на одном участке дуплекс, две квартиры, тут тоже будет, наверное, Ну, это сделано для чего вообще, в принципе? Чтобы уплотнить застройку. С одной стороны, круто, классно, а с другой стороны, мы получаем еще более уплотненную застройку, ниже качества, чем она есть сейчас. То есть это для уплотнения застройки. Эти послабления, все эти законы приняты, чтобы как-то разрулить вот этот кризис. Ну, там, потому что жилья не хватает, и не успевают строить. Особенно после ковида, сейчас же вообще, мы, кажется, еще не оправились до сих пор с задержками в строительстве, с поставками и всего. И очень часто еще новое строительство, оно находится далеко от места работы. Да. Чтобы обеспечить вот уплотнение застройки именно близко к местам работы, приняты эти законы. Ну, с другой стороны, неплохо, в принципе, увеличить, так сказать, площадь дома с послабленными законами. А у нас же в Беррии тут вообще пермиты нужны, там, на гвоздь, там, на все. Поэтому, в принципе, наверное, со мной плохо. Ну, то есть, получается, еще раз, для EDU нам надо что? Чтобы там была ванна-кухня, минимальный размер, и сетбэк мы смотрим, то есть сколько там метров от завтра. Всего 4 фута. Ну, это чуть больше метра. Ну, и ты говоришь, там, процентное соотношение участка и строений. Если меньше 800 квадратных футов. Если больше, тогда у нас, на нас не действуют сетбэки, линии застройки, но действуют другие ограничения. Ну, как ты говоришь, что, наверное, если что-то строить, то делать по максимуму. Тогда же максимум, что разрешили. Ну, слушай, вроде бы я для себя, да, много очень интересного узнала и получила ответы на все вопросы. И сейчас, я, кстати, сама сейчас пытаюсь, ищу себе какой-нибудь флип, какой-нибудь сарайчик перестроить. И как раз смотрю на большие участки и со своим контрактором еще раз говорю, ну, может, если мы тут что-то такое купим, добавим IDU, его строить. Конечно. Не так долго теперь, да, и продать, конечно, с большей выгодой. То есть это тоже очень интересно. Расскажи тогда, я же могу потом в комментариях твою информацию всю, поехать. Да, конечно. Меня тут смотрят домовладельцы в Берри, которые теперь загорелись такой идеей, что, в принципе, плюс-минус не за такие большие деньги можно построить целый домик, да. Конечно. Каждый, практически каждый город имеет такую хэндбук, краткое руководство по тому, как должно выглядеть IDU в этой местности. То есть многие, точнее, не каждый город, но многие города, у них есть такая уже готовая книжка. Но они очень поверхностные. То есть, конечно, по ним невозможно спроектировать, то есть надо совершенно другие читать коды. Но, в принципе, примерно, что это такое, как это выглядит, можно прочитать. Потом дальше. Ну, есть серьезный закон, сенаторский билл у нас про IDU. Ну, это уже... Я думаю, что человек, который хочет просто построить, наверное, уже так глубоко не стоит взрываться. Но, да, можно просто прикинуть очень просто. Иногда мне звонят, я открываю просто на Google Map и смотрю прям просто, что можно там сделать. Открываю быстренько зонинг, смотрю regulations по зонингу и могу уже сказать примерно, что можно построить. Да, кстати, это удобно очень. Да, и кого-нибудь Google Earth еще, satellite там открыть, прям сверху посмотреть. Да. Потом, что еще у нас с IDU? Ну, на самом деле, прекрасная, прекрасная возможность. Иногда люди вместо... У нас есть еще такое понятие accessory structure. Это разные мастерские какие-то, которые можно сарайчик, которые можно построить на... Ну, вот, и иногда людям хочется там какой-нибудь домик гостевой, да, построить, или какой-нибудь там домик при бассейне. А у них не хватает сетбека. То есть, accessory structure тоже другие, ну, другие вот эти вот линии. Ну, вот, и вполне можно сделать эту IDU. Ну, конечно, кухню, туалет придется построить там. Ну, ничего страшного. Ну, можно маленькую кухню. Там же, наверное, нету каких-то, блин, правил, как эта кухня там должна выглядеть или какого размера она должна быть. Ну, есть. То есть, должна она иметь раковину и плиту. Ну, да, и плиту. Ну, я имею в виду... Это можно сделать в одном, собственно, таком блоке на большом. Не, ну, очень классно. Спасибо большое. Очень интересная информация. Вообще, я рада, что мы с тобой пообщались. Ребят, если... Подписывайтесь вообще. Если у вас какие-то еще есть вопросы, пишите тоже в комментарии. Будем рады ли я, Лена ответит. Ну, ее информацию я тоже в комментариях запащу. Звоните, пишите. Я думаю, Лена, ты тоже будешь очень готова, рада помочь, ответить на какие-то вопросы. Вот. И не забывайте подписываться на следующий недель. Еще выйдет одно полезное видео. Спасибо, Лена, большое. Пока. Пока. Пока.